Местные власти решили привести в порядок имеющуюся инфраструктуру дренажно-ливневой канализации. На эти цели было выделено свыше 107 миллионов тенге. Повышая профессионализм и боевую выучку, в войсковой части 5511 Национальной гвардии Республики Казахстан завершился летнетренировочный сезон. Бескорыстная помощь тем, кто в ней нуждается, полицейские и семья в рамках благотворительной акции сдали донорскую кровь. Об этих и других событиях более подробно Для решения проблем в агропромышленном комплексе правительством страны разработано 12 карт. Во время заседания правительства были рассмотрены механизмы их реализации и источники финансирования. В частности, соответствующее министерство разработало карту по техническому перевооружению сельского хозяйства, субъектов аграрной кооперации и перерабатывающих предприятий. Также разработаны карты по повышению эффективности семеноводческих хозяйств и фитосанитарных мероприятий и развитию агрохимии, кормопроизводства и овцеводства. В картах предусмотрены конкретные меры по оказанию поэтапной поддержки хозяйствам и предприятиям, работающим в данных сферах. На реализацию всех мероприятий выделяется 224 миллиарда тенге. В первую очередь будет решаться вопрос по совершенствованию механизмов приобретения техники. Согласно этому, теперь субсидии будут выделяться не крестьянским хозяйствам, а заводам, выпускающим сельскохозяйственную технику. В Казахстане работает 20 заводов. Мы решили их поддержать. Например, в Кокчетаве выпускают комбайны «Вектор». Его средняя стоимость 44 миллиона тенге. К примеру, при покупке 10 миллионов будет оплачивать местный акимат. То есть тогда крестьянскому хозяйству останется оплатить оставшиеся 34 миллиона, что будет очень выгодно. К новостям нашего региона. Ежегодно с приходом осенних дождей и весенних паводков семей сталкивается с проблемой откачки воды на самых оживленных улицах и вблизи социальных объектов. В текущем году местные власти решили привести в порядок имеющуюся инфраструктуру дренажно-ливневой канализации. На эти цели было выделено свыше 107 миллионов тенге. Каждый год талые воды и обильные осадки создают проблемы как для пешеходов, так и для водителей транспорта. Причем, как правило, вода скапливается в одних и тех же местах, которые сами коммунальщики знают наизусть. С приходом паводков регулярная откачка проводится по таким магистральным улицам, как Бастаева, Кабамбай-Батыра, Аймаутова, Дулатова. В этом году местные власти решили изменить подход к данной проблеме. В течение нескольких месяцев проводилась работа по прочистке и ремонту дренажно-ливневой канализации. Результаты не заставили себя ждать. Вот уже начались осенние дожди, а скопления луж на дорогах не видно. Хотя, по мнению горожан, все еще есть места, на которые стоит обратить внимание. Там на Кабамбай-Батыра, как только в дождь, так все, там не перейдешь дорогу. Ну, а так в основном более-менее. Ну, как вода есть, так она есть, никуда не уходит. Ну, вот же, видите, вон они лужи, вот они лужи. Куда они деваются? Если сильно обильный дождь, то нет, никуда не уходит. Так она и есть. Где сарарка бы сделали? Еще бы где? Паймаутова бы убрали бы. Дренаж хороший бы сделали. Ну, а так в основном видно, что в этом году взяли за работу. Это улица Кабамбай-Батыра. Пешеходный переход возле остановки Центральная городская больница. Перейти дорогу через большие лужи, не замочив ноги, невыполнимая задача. Но, как обещают специалисты отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в предстоящем паводковом сезоне проблем на этом участке не возникнет. Кабамбай-Батыра, Байсиитова, остановка ЦКБ, действительно была такая проблема. Но на данный момент, в настоящее время, эта проблема устранена путем установки приемных резервуаров. Мы постарались заложить побольше, большой объем камер, которые будут дренажировать также в землю, чтобы вода уходила. Хорошая новость и для жителей улицы Островского. В районе 27-й школы. Пройти во время обильных осадков тут невозможно. Когда улица полностью затоплена, откачивать воду, сюда приезжает сразу несколько машин. В следующем году здесь также будут установлены накопительные резервуары. Где 27-я школа, у нас планируется установка приемных, дождеприемных резервуаров. Также по улице Баздырево, также она там находится неподалеку от 27-й школы. То есть ежегодно при потопах, паводках, мероприятиях мы откачиваем эту воду. То есть, чтобы это исключить, откачку ежегодную, мы делаем такие мероприятия по работе с дренажной ливневой канализацией вплотную. По предварительным планам, в следующем году с содержанием и ремонтом дренажной ливневой канализации будут охвачены улицы Дулатова, Каюма-Мухамедханова, проспект Ауэзова. Также ожидается ремонт аварийного участка канализационного трубопровода на улицах Чуханово-Лиханово и Байсиитово. Продолжаем выпуск. Войсковой части 5511 Национальной гвардии Республики Казахстан завершился летний тренировочный сезон. На данный момент все офицеры и военнослужащие по контракту сдают нормативы по государственно-правовой, методической, физической и тактической подготовке. Знания и навыки личного состава проверяет специальная комиссия. Свои тактические навыки и подготовку офицерский состав и солдаты-контрактники войсковой части 5511 показали на учебном полигоне. Каждый из них приложил максимум усилий, чтобы продемонстрировать лучший результат. Ведь основной целью итоговой проверки является определение профессиональной готовности военнослужащих к выполнению боевых задач. В региональном командовании «Восток» создали специальную комиссию, чтобы принять у личного состава зачет. Для нашей части это большая возможность еще раз показать наш уровень и способности военной подготовки. Согласно установленной программе, во время зачета осуществляется проверка состояния боевой готовности, физической выносливости и умения поражать цели и стрелкового оружия. На учебном полигоне военнослужащие Национальной гвардии успешно отстрелялись из пистолета и автомата. Стоит отметить, что почти все офицеры и солдаты сдали данный экзамен на «Отлично». Каждый офицер должен по своему профессионализму хорошо стрелять и заниматься физической подготовкой. Сегодня здесь на войском стрельбе у нас принимают зачеты по огневой подготовке, где наши военнослужащие офицеры показали лучшие результаты на общую оценку «Отлично». В период сдачи итоговой проверки членами комиссии было отмечено, что личный состав войсковой части совершенствует практические навыки и отрабатывает выносливость в любую погоду. Они также подчеркнули слаженную работу офицеров и солдат. Сотрудники правоохранительных органов «Семей» сдали донорскую кровь. Эту благотворительную акцию они приурочили к 25-летию казахстанской полиции. Сотрудники внутренних органов прекрасно знают, насколько важно наличие донорской крови для пациентов с различными сложными диагнозами и для пострадавших при несчастных случаях. Поэтому, идя на такой бескорыстный шаг, они надеются оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Полицейские уверены, что быть донором – это почетно. Кроме того, процедура сдачи крови очень полезна для организма. По словам врачей, это позволяет укрепить иммунитет и предотвратить разные заболевания. Надо сказать, что полицейские намерены продолжить эту акцию до конца текущего года. Только что сдали донорскую кровь. Все хорошо. Мы будем рады, если она поможет спасти жизни пациентов. Вчера в добровольной акции участвовали 10 сотрудников Затонского отдела полиции. Сегодня кровь должны сотрудники Дорожной патрульной полиции сдать, а также Центрального отдела. Всего около 30 человек. К другим темам статья президента «Взгляд в будущее» и «Модернизация общественного сознания» направлена на духовное воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных ценностей. Также в статье говорится, что истинный патриотизм начинается с любви к малой родине. Сегодня все больше выпускников уделяет внимание своим учебным заведениям, оказывая при этом посильную спонсорскую помощь. В средней школе номер 33 имени Хайрата Раскулбекова открылся кабинет «Мангелек-Ель». Его открытию посодействовал один из выпускников школы. На торжественную церемонию открытия нового кабинета были приглашены специалисты отдела образования, родители, члены попечительского совета, а также выпускники школы. По словам руководства учебного заведения, здесь будут проходить семинары на патриотические темы, олимпиады и различные конкурсы. Отметим, что на сегодняшний день кабинеты «Мангелек-Ель» открыты уже в 27 школах города. Этот кабинет, который открылся в школе, послужит и выполнит свою роль в формировании казахстанского патриотизма. Этот кабинет открылся во многом благодаря поддержке, помощи родительской общественности, спонсоров школы, которые активно помогают школе. Кабинет «Мангелек-Ель» оснащен многими современными технологиями, такими как компьютеры и интерактивная доска. По словам наших учителей, благодаря кабинету «Мангелек-Ель» мы сможем получить большое патриотическое воспитание. В городе проходит 11-й фестиваль «Солнечный мир», направленный на творческое развитие детей и молодежи с ограниченными возможностями. В этом году организаторы приурочили конкурс ко дню первого президента. Открытие фестиваля прошло в школе-интернате номер 3 для слабовидящих детей. В школе-интернате номер 3 для слабовидящих детей обучаются более 150 учеников. На сегодняшний день перед преподавателями стоит задача развить их потенциал. В свободное время ребята посещают спортивные секции, художественные и творческие кружки. На тему «Мен-Мутанум Казахстан» была организована специальная выставка, где были представлены более 50 работ школьников. В них дети постарались раскрыть красоту природы нашей страны. Также на выставке были представлены экспозиции школьниц, сделанные из ткани, дерева, железа и бисера. Ежегодно в эти осенние дни как взрослые, так и дети с нетерпением ждем этого мероприятия, который переходит в праздник талантов, праздник творчества и детской непосредственной радости. Вот уже 10 лет коллектив школы участвует в фестивале «Солнечный мир», который направлен на творческое развитие детей и молодежи с ограниченными возможностями. В ходе мероприятия воспитанники интерната показали свои способности не только в ремесле, но и в исполнении песен и танцев. Фестиваль вовлекает более 500 ребят из коррекционных детских садов, коррекционных школ, интернатов, а также те дети, которые получают услуги социальные на дому, в полустационарах, они тоже самые активные участники, те, которые не обучаются нигде. Фестиваль ждут постоянно, каждый год, осенью. В этом году мы фестиваль посвящаем им первого президента и Всемирному дню ребенка. В этом году в фестивале «Солнечный мир» примут участие 11 специализированных организаций и школы-интернаты. Итоги мероприятия пройдут 29 ноября в Театре имени Абая. Бахатгуль Казес, Рискуль Мадвасова, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей». Таковы были новости на сегодняшний день. Впереди вас ждет прогноз погоды, а мы с вами прощаемся. Всего доброго, до новых встреч. В Астане синоптики обещают пасмурный день без осадков, температура воздуха днем плюс 1, ночью 4 градуса мороза. В Алматы пасмурно, местами дождь, температура воздуха днем 4 градуса тепла, ночью минус 2. В Павлодаре пасмурно, без осадков, температура воздуха днем минус 4, ночью минус 11. В Усть-Каменогорске синоптики обещают облачный день без осадков, температура воздуха днем минус 5, ночью 10 градусов мороза. В Семее облачно, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 4,6 метров в секунду, температура воздуха днем минус 3, ночью 11 градусов мороза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова